Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова! Перед нашей общей церковной молитвой я желаю поделиться местом Священного Писания. Оно для всех нас известно, но это написаны очень дорогие и важные слова, которые записал апостол Павел в послании к филиппийцам. 4 глава, я прочитаю 6 и 7 стих. Филиппийцам 4, 6, 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Неужели возможно, чтобы христианин не заботился ни о чем? Это возможно, когда мы находимся в единении с Господом, Богом нашим. И здесь вот апостол Павел дает добрый совет. Как можно оставить наши заботы, наши волнения, освободиться от них и иметь отношения с Богом нашим? Здесь написано, не заботясь ни о чем, но всегда в молитве. Всегда? Это значит всегда, во всякое время. В молитве открывать наши желания пред Богом. Бог настолько велик, но для Него нет ничего невозможного, чтобы ответить на нашу молитву, и для Него нет ничто ничтожного в нашей жизни, значит, что Бог не обратил бы внимания, не принял в этом участие. Бог настолько велик и настолько благ. Молитва – это действие и атмосфера. Действие – это когда мы в молитве нашей обращаемся к Богу, когда с конкретной нуждой в определенное время мы собираемся, как во вторник, на молитву, приносим наши нужды и приносим к Богу нашему. Мы просили во вторник о дожде. Дорогие братья и сестры, дорогие дети, нам есть за что поблагодарить Бога? Бог ответил на эту молитву. Мы обращаемся с нуждами нашими, определенное время открываем наши желания пред Богом. И Бог слышит. Атмосфера – это когда наша жизнь в постоянном общении с Богом. В практической жизни мы сегодня утром открыли глаза. Дорогие братья и сестры, мы поблагодарили Бога, что мы открыли глаза. Не все открыли глаза сегодня утром. Тысячи людей после сна не открыли глаз своих. Мы видим этот свет этого дня. Солнце, которое – велика верность Божия. Оно осветило и обогрело землю. Не все пользуются этим благом. Сегодня есть места, где стихийные бедствия закрыли это солнце. Где дым огня военной, он закрыл солнце. А мы имеем. Мы пришли в дом молитвы, мы имеем возможность ногами нашими. Здоровье необходимо прийти в дом молитвы, двери его открыты. Слава Богу за это! Всегда в молитве, в прошении, с благодарением. Важная часть, чтобы в наших молитвах, наших нуждых, когда мы открываем пред Богом, мы находили благодарность. Есть определенное время, когда мы молимся и просим о благословении. Мы молились у Кевина и Кристиночки. Они ожидают ребеночка. Господи, благослови! И благодарили. Господь послал ребеночка. Но проходят дни, и мама сегодня видит ребеночка. Он родился здоровенький. Две ручки, две ножки, два глазика, открытые. Не все имеют такое счастье. Вы пойдите в больницу любую, и вы увидите, что не все детки имеют две ручки. Не у всех деток на ручке пять пальчиков. Не у всех деток два глазки открытые. Не все ребеночи, которые плачут, и ему дает мама, и он с жадностью кушает. Не все детки могут есть. Не у всех работает рефлект проглатывать пищу. Насколько мы благословены Богом. Насколько должны наши сестра быть благодарны Богу за всякий глоток воздуха, который мы получаем. И жить в отношениях с Богом, вот в такой атмосфере с Богом, когда мы садимся за руль нашей машины и собираемся ехать. Господи, благослови нас в пути. Сохрани. Мы благополучно приехали сюда. Слава тебе, Господь, ты нас сохранил в пути. Мы благодарим Бога за всякий час, за всякое. И кто-то сформулировал вот этот стих и перефразировал по-другому. Не волнуйтесь ни о чем. Молитесь обо всем. И благодарите всегда за все. В прошлый вторник мы собирались, Денис нам, он сейчас проходит и предлагает нам рассуждения о патриархах, о Аврааме мы рассуждали. Знаете, я, мы, наверное, все ждем праздник. Какой следующий праздник? Наверное, праздник жатвы. Но знаете, можно жить в состоянии вот праздника внутренней, вот атмосфере праздника. Для меня вторник – это праздник, когда мы вечером после труда приходим и можем вместе наше желание открыть перед Богом. Наши молитвы – вознести Богу и услышать Слово. И мы рассуждали об Аврааме. И интересная мысль была, я ее так вот, ну как, для себя подчеркнул и назвал. Это доверие Божьей благодати. Когда Авраам мог сказать, все, что случается в жизни моей, содействует ко благу. Но у него была твердая вера, чтобы сказать, на десятки лет и на сотни, на 400 лет вперед. Бог обещал, земля, вот на которой ты стоишь, это будет принадлежать потомкам твоим. Но представляете, не через 4 года, не через 40 лет, через 400 лет правнуки вступили на эту землю. И это шаг веры, дорогой брат и сестра. Это доверие Богу, когда мы можем Богу сказать, что все, что в жизни моей случается, это содействует ко благу. Но это должно быть состояние полного доверия Богу, полных отношений к Богу. И вот когда мы имеем такие отношения, тогда мы имеем, вырабатываем в себе характер, характер отношения с Богом. И вот тогда, 7 стих, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления во Христе Иисусе. Это итог наших отношений с Богом. Мир Божий, который превыше ума. Мир Божий – это ощущение святого покоя и удовлетворенности, наполняющей душу верующего, когда он твердо полагается на Бога. Для мирского человека, разума, этот мир совершенно непонятный. И даже для нас, христиан, познавших Господа, он остается великим таинством. Вы заметите, что Бог не обещал здесь, апостол Павел не говорит, что на всякую молитву и нужду он даст положительный ответ. Но вы заметили, что Бог обещает и мир Божий, который превыше нашего ума, соблюдет, сохранит, наполнит, соблюдет и сердца наши, и помышления наши во Христе Иисусе. Знаете, я помню, много лет назад приезжала к нам сестра. Она живет не в нашем городе, не в нашем штате, и она хорошо знакома, и мы, и она, говорит, с нуждой пришла. Говорит, в вашей церкви совершают молитву с помазанием. И мы тогда собрались, еще старцы наши, Николай Васильевич, Павел Владимирович были живы. Перед молитвой мы имели беседу короткую, и сестра открыла то, что ее беспокоило. Была совершена молитва, прошло время. Я потом как-то разговаривал. Я говорю, прошла у тебя болезнь? Она говорит, нет, болезнь не прошла. Но это не важно. С этой болезнью можно и до смерти жить. А вот то, что пришло, мир Божий, то, чего не было, он пришел. И умирать не страшно, и жить хорошо, и песнь в сердце, и радость в сердце. Вот это никто не может дать. Никакой врач. Никакой, извините меня, пастырь. Только Бог. Но это приходит итогом. Когда мы свои сердца в молитве приносим к Богу, доверяемся Ему, и Бог дарует. Этот мир охраняет и сердце наше, и разум наш соблюдает. Как важно вот это состояние иметь в современном мире. В прошлое воскресенье мы собрались с братской, и брат говорит, как-то находишься среди магазина, работа везде, а приходим сюда, как будто в другой мир пришли. Все люди, извините меня, не в масках, покой, и вместе можем славить Бога. Дорогие братья, что это такое? Это от чего зависит? От места, куда мы пришли? Или от состояния, которое у нас есть? Как вы думаете? Я думаю, и то, и другое важно. И место – дом Божий, дом молитвы, и очи Его, и ухо Его, день и ночь, и состояние наше. Помните, когда родился Господь Иисус Христос, и на полях Вифлеема песнь ангелов? Слава Вышних Богу и мир на земле в людях благоволения. Но войны продолжались, и во время жизни Иисуса Христа, и после Его. А вы помните Закхея, у которого было много золота? А вот здесь не было. А помните, когда со Христом встретился он, и он говорит, я половину раздам, кого чем обидел, вчетверо воздам. Вот он.